Отже, рады представить нашу рынковую гостю, директор магазина «Мьяс» Тетяна Якунина. Доброго ранку вам. Доброго. Дякую, что вы с нами. Итак, если мы говорим о мясе, больная тема для многих хозяек, выбор это же постоянно. Ежедневно нужно покупать, как хозяйке определить, увидев мясо на прилавке, что оно качественное и хорошее. Мы смотрим сейчас цвет, возможно, уровень замороженности или охлажденности. На что обращать внимание в первую очередь? Ну, понятно. Во-первых, каждое мясо имеет свои критерии. Будь то курица, будь то свинина, будь то говядина. Выбирается это все по разным критериям. Если брать курицу, естественно, у нее внешний вид должен быть красивый. Она должна быть светленькая, беленькая, никаких повреждений на коже. Естественно, отсутствие каких-то зеленых, желтых пигментов и так далее. Что касается мяса более свинины и все остальное, опять-таки, тоже надо смотреть на цвет мяса. То есть оно не должно быть сильно светлое или, наоборот, сильно красное. Такой розовый приятный цвет, плюс все жилки, прожилки, которые существуют на мясе, они тоже очень много о себе говорят. Плюс и самый важный момент, конечно, косточка. Если мясо на косточке, то по кости можно определить свежесть мяса. Как определить ее? Какой должна быть эта косточка и прожилки? Если мясо было замороженное, потом его разморозили, кость, соответственно, становится бледно-розового цвета, такого больше к серому цвету. Свежее мясо всегда, кость имеет такой красный оттенок, приближенный к крови и так далее. Но надо, опять-таки, смотреть. В первую очередь, всегда портится кость. Если вы хотите, наоборот, дольше сохранить мясо, надо его отделить просто от кости. И дальше уже сохранять, насколько надо... Если мы говорим о жилках и прожилках, то, что вы говорили, что на них, как акцентировать, внимание, какими они должны или не должны быть? Они либо жилтеют, либо зеленеют, это уже видно по этому самому. Как правило, в них задерживается все, что там, если мясо вымачивали, что с ними делали, обязательно оно там задержится и будет видно по жилке. То есть, как бы, в этом плане, это что касается... То есть, если в магазине оно хранилось уже не один век, и не один раз его вымачивали, да? Век, ну, на век. То оно будет видно, зеленое уже будет или желтое. А если мы говорим о мясе, да, то каким лучше его все-таки покупать и, соответственно, как лучше, чтобы это было охлажденное, замороженное ранее? Ну, как вообще, мое мнение, я бы купила то, которое мясо вот тут бегает, кукарекает. Набегу еще. Да, если хотим действительно свежее, качественное, вкусное и так далее. Как бы, что касается магазинов, да, там есть нормы определенные, какое оно должно доставляться. То есть, как бы, оно всегда охлажденным и охлажденным до минуса для того, чтобы... У каждого, опять-таки, у каждого мяса свой минус должен быть. У курицы, у свинины, у говядины градус у кости должен быть свой. Если минус, это же уже идет охлаждение или все-таки уже заморозка? До минус 2-3, это еще, как считается, охлаждение. Да, да. Уже больше, там, 8-10-20 и так далее. Это уже, конечно, считается замороженным. Но, опять-таки, срок хранения. Потому что у курицы, например, если ее взять, допустим, если она до минус 2 была охлажденная, и срок годности 3 дня. 3 дня, то есть, как бы, и, опять-таки, если курица хранится на витринах, как часто в магазинах, курица лежит в витринах, в которой температура там от плюс 4 до плюс 8. То есть, как бы, во-первых, это процесс рабочий. Открываем, закрываем эту камеру, там тепло пошло, и там не будет никогда минуса. А при таких условиях вообще курица хранится от 8 до 24 часов. То есть, как бы, это именно курица. Да. Что касается свинины, она, наоборот, как бы, приобретает, свинина дозревает. Считается, что в течение 2-3 дней она становится вкуснее немного, чем, как бы, вот. Либо она совсем парная должна, вот его зарезали, но тепленько мы его приготовили. Либо, если она уже охлаждилась, то на третьи сутки она самая сочная. А вот если с курицей мы говорим, да, в таком холодильнике, где там плюс 4, плюс 8, это плохо, только 24 часа, сколько свинина может так храниться? Свинина может больше храниться до 48 часов. Плюс-таки, опять-таки, она не хранится свинина, обычно свежая, всегда быстро разбирается. Это если большие крупные магазины, где привозят целыми тушами, во-первых, там всегда туша охлажденная, уже гораздо на хороший уровень для того, чтобы вот сейчас достали, разморозили и выложили. Поэтому магазины, где следят за этим, то есть там будет всегда хорошее мяско. То есть, как бы, а магазины, которым удобнее выложить все, выкинуть на прилавок, разберут, не разберут, или там завтра не разобрали, ну ладно. Если мы говорим о говядине, как здесь быть с охлаждением, хранением в таких холодильниках? Значит, говядина, говядина, самое больше всего хранится всегда говядиной. У говядины, она в течение недели… Повезло ей, самое вкусное, как по мне, и дольше всего хранится. Возможно. Да, это конлюбители, они все, конечно, говядину любят и так далее. Говядина, она хранится вдоль всего, но, к сожалению, говядина быстро теряет свой внешний вид, потому что в нее входит железо, как вы понимаете, фермент содержащий, и оно быстро между собой, если куски порезаны, начинает окисляться. Появляются темные серые пятна и так далее. Но говядину определить, если вы разрезаете кусок говядины, видите, что прям зелень прошла вовнутрь, мясо дужи, уже, естественно, этому мясу неделя и больше. Так как я говорил, не один век уже хранилось, да? Да, да, да. То есть, грубо говоря, говядина полежит, если она полежит отдельно кусочком на свежем воздухе, она обратно приобретает свой розовый цвет. То есть, как бы нет вот этих… А хранение в таком холодильнике в среднем сколько максимум может быть? Говядина? Да. От минус двух до минус четырех она хранится до 12 дней. То есть, даже так, если температурный режим плюс четыре, плюс восемь, как в этих холодильных витринах, то тогда сколько мы… Три-пять. Три-пять дней, то есть, можно покупать еще. Главное, чтобы, как бы, если, во-первых, зависит от того, во что это положили мясо. Если лоток был до этого грязный, естественно, он там лежать не будет. Если, как бы, за мясом следят, его постоянно переворачивают, обветривают, из него стекла, допустим, какая-то жидкость, его желательно переложить в новые лоточки для того, чтобы не было дополнительных бактерий, чтобы развивались какие-нибудь там микроорганизмы и так далее. Теперь еще один вопрос, это вот вопрос уже из социальных сетей, когда мы задавали вопрос, что же вас интересует по мясу, задавайте вопросы эксперту. Если хозяйка, ну вот, либо остатки, либо купила прозапас мяса, как его хранить и как долго стоит хранить? Или после какого периода уже стоит его выбросить, нежели готовить? Ну, я думаю, если у них чуть-чуть остатки остались, я не думаю, что надо хранить их год или полгода и так далее. Он обязательно в ближайшее время выгодит. Значит, варианты хранения, как бы, у каждого мяса, опять-таки, определенные, отдельные. Вообще, самое лучшее всегда, вот что было, это вакуумная упаковка, обязательно, обязательно вакуумная упаковка. Если это полиэтилен, пакет, то желательно, чтобы он был толстый, плотный и воздухонепроницаемый, то есть, чтобы ни влажность, ничего не могла проникнуть туда. Курица, курица вообще проблема. Ее мало того, что пакет такой ты кладешь, потом ты кладешь обязательно в тару, какую-то либо стеклянную, либо пластиковую, которая, опять-таки, гармития закрывается, но ее сначала еще засыпают льдом. То есть, вообще, каждое мясо хранится отдельно. Желательно, под каждое мясо, даже вот что рекомендуется в магазинах, что каждое мясо лежало, вид мяса лежал в разных витринах. Курица, свинина, говядина, потому что у каждого продукта... Не соседи они, да? Да, у каждого продукта свои бактерии, они между собой. Допустим, очень-очень опасно, если вдруг рядом с мясом лежат кисломолочные продукции или рыба. Во-первых, как бы, бактерии, которые играют с рыбой, с мясом, либо с молоком или с мясом, создают вообще-таки опасные очень для человека отравляющие, как сказать, вещества, которые, как бы, потом очень пагубно влияют на его здоровье и так далее. То есть, мы сначала это не чувствуем, естественно, это нам скажет, как он вот там. Через 10 лет, здравствуйте, я пришла. Вот, поэтому, как бы, все мясо должно храниться отдельно, ни в одном пакете не может быть ничего. Если хотите дольше сохранить мясо, обязательно, чтобы оно было без косточки, это будет позволить вам на какой-то период продлить срок хранения. Свинина, значит, ну, все в разных пакетах, грубо говоря, в разных пакетах. Если вот как у курицы, мы еще ее в тару, да, со льдом, то как быть, например, с говядиной... Пакет герметичный, ну, вакуумный желательно вообще. Да, вот с курицей мы прошли этот весь этап упаковки. Как быть, а со свининой говядиной здесь попроще или тоже? Здесь попроще, желательно использовать только просто вакуумный какой-то пакет, который как бы... И опять-таки, непростой пакетик, который продается в магазине, который нам завернули. Желательно все-таки иметь пищевую пленку правильную, которая там не разлагается и так далее. То есть сейчас все пакеты очень составляющие такие туда интересные, что ты даже достаешься с морозилки, у тебя пакет рассыпается в руках, а мясо остается без пакета, как оказывается. В общем, что касалось, там на 2-3 дня положить в холодильник, так желательно, чтобы это была либо стеклянная посуда, ни в коем случае не пакет, это уже, как бы, это значит, не дышит мясо и так далее. Либо эмалированная пастерочка. Все. Думаю, что 2-3 дней хозяйке хватит, чтобы из него что-то придумали. Так что вот так, друзья. Храните мясо, но недолго, лучше готовьте его сразу. Муж съест все. Семья съест все. Вам спасибо большое за то, что сегодня провели такой небольшой лайфхак по мясу, по различным видам. А нагадую еще раз, что сегодня у нас в гостях был директор магазина «Ясо» Тетяна Якунина.